сегодня китайский новый год 12 февраля 2021 года у меня как всегда с работа пришла все было грязный коридор тут весь промыло сейчас пойду ведро пылью прочитаю вам стих вообще-то еще посуду мыть что я кушала так на столе тут хочу тоже разобрать в общем у меня как всегда все новые годы вот я купила для анализов в аптеку сходила включаем свет все полик чистенький все везде чистота залог здоровья я сюда немножко шампунь добавила чтобы и моющее средство моющее средство вставила в ванной мне там стирка поставила вот стирает вот это моющее средство я когда работала где-то там на чекаловской уборщицы там же такое химическое средство было какое-то химитек поликор не знаю чего вот и я взяла домой штук я предупреждала там начальник вот сказала если надо я заплачу он сказал нет тогда вы придется там где-то экономить я очень даже экономила все еще почему-то покрашен сухой уже не покрашен уже можно по нему ходить абсолютно я прям одной рукой мастер кто молодец я молодец ведро совсем уже разломанное надо купить новое там есть одно ведро но оно у меня для чистого для столов для пыли для окон синие там в комнате стоит если кто-то видел а это именно для пола не хочется использовать для пола все-таки там химия и всякую хрень с улицы тащим вот а то ведро не новое надо еще одну купить для пола это уже выкинуть смотрите какое оно все поломанное раздолбанное на каждый день будет самая уборка дежурство как у этого то в этом то в каменалке то в самой комнате потом буду мыться и отдыхать вообще какое разбитое все ведро я прям циркач вот вон песок налился сейчас я вас на паузу поставлю тут на секундочку пока я тут песок смою и доски убрала уже потому что высохла эти доски не знаю куда ставить вот эти банки грязные стоят на самом ледном месте краска высохла и все ненаприс все в общем и табли б б б б б б Пахнет так, вот это вкусно, бархатный ручек, вартериальный кубик реально пахнет, просула какими-то травами, клеточками и с плеточками еще я когда начинаю убирать, это значит у меня какой-то этот самый стресс или как это называется мне написал старший сын я говорю почему младший не выходит вообще в бутсап привет, мои любимые я говорю, куда он делся, где Солонова а он говорит его короче задержали я говорю, в смысле задержали он говорит какие-то там тенения ему выдвигают мне папа сказал, я не знаю точно короче я вся такая в напряге я говорю, как это почему ты мне сразу не сообщил он говорит, да я только сам узнал вообще жесть я говорю, это же твой братик родной тебе что пофиг он говорит, ну он похож на его дядю в смысле на моего брата на его дедушку на моего папу такой же типа раздолбали я говорю, да а почему не на его папу его папа такой уже раздолбали он говорит не больше, чем его мама я говорю, почему это он говорит, ну он же как мама не бросал детей короче я говорю, это папа тебе сказал так мне сказать он говорит, что разве не так я говорю, понятно а где я бросала я говорю, ты что не помнишь когда тебе было 10 лет как он нас выгнал ночью и мы ушли на улицу он говорит помню еще ты не могла делать, как он говорит я говорю, что именно что делать? не быть собой ну вот он говорит одевай платочек я должна одевать по его религии по тому, что его учили он говорит, ну да он же мужчина я говорю, ну а если в моем представлении мужчина не прав я тоже должна так делать говорю, вот ты завтра женишься ты через два месяца собираешься жениться вот ты женишься купишь дом придешь со своей женой в этот дом жить она тебе родит троих деток а ты потом приведешь другую женщину это уже разлюбишь он говорит, нет я никогда не разлюблю я говорю, ну это ты сейчас говоришь а потом разлюбишь и приведешь себе другую женщину и что ты эту выкинешь на улицу он говорит, ты че она пойдет к маме там к папе я говорю, ну а если у меня не было мамы и папы куда мне было идти я вас забрала у меня кроме вас никого нет и пошла с вами на улице сидела ночью возле мечети он говорит, ты че ты такая гордая ты не могла переступить через свои эти самые принципы через то, чему тебя учили а ради того, чтобы быть с детьми я говорю, даже ради того, чтобы быть с детьми я не хочу себя терять потому что я пришла в это тело чтобы проходить свой опыт он говорит а, короче, он вообще тренд вырубил телефон потому что я вижу, что я посылаю голосовые а они вот эти не две так ватсап и рысачки, а одна значит телефон выключен не доходят ему сообщения потом он снова включил а он мне говорит все, хватит забудь уже папа и так болеет старенький он выглядит старше тебя на 30 лет хотя вы с ним почти одногодки я говорю ну это уж, мой дорогой точно не моя вина вот папина потому что он говорит вам неправду он Катечке она правильно шести месяцев не помнит ничего ты-то в десять лет что-то помнишь а она шести месяцев ничего не помнит и он ей каждый день постоянно постоянно говорит неправду я ее очень люблю и тебя и братика твоего и я вас не бросала это папа твой меня выгнал из дома из моего дома который я купила за свои деньги продав квартиру в России вот он говорит не знаю что говорить кто-то там идет кто-то там идет я говорю ну если ты не знаешь как ты говоришь какие-то вещи из уст папы из слов папы они с двух сторон как ты говоришь что я фэллит это значит так свалила типа деток бросила я не бросала деток я взяла Катю на ручке в три часа ночи тебя за ручку и Соломона и ушла с вами с тремя я не убегала одна и не бросала вас я с вами пошла в мечеть потом пошла в посольство я не бросала вот а это папа чтобы быть хорошеньким перед с соседями родственниками и так далее чтобы показывать людям какой он благородный он у меня забрал моих деток чтобы жить в моем доме купленном за мои деньги не за его за то что я там 10 лет работала за то что я продала свою квартиру и так далее и так далее вот но он тоже где он растил этих деток он привел себе женщину в тот же день когда меня выпер и эта женщина когда родила ему ребенка она работала учительницей и получала 500 долларов для Ливана это очень хорошо тем более когда у тебя есть своя квартира огромная он ее привел и сделал ей благость она палестинская сирийская я точно не знаю правда но она точно не Ливанка вот она пришла жила в квартире которую я ждала 7 лет живя моего родителей я говорю сыночек сейчас же твоя жена не хочет идти жить у твоего папы или у твоей бабушки она говорит она мишнури говорит нет я не цыганская я не собираюсь жить у твоих родителей или родственников предоставь мне мою квартиру и я выйду за тебя замуж ну вот разумная женщина я говорю а я пошла на поводу потому что я получается опустила себя до цыганской и хотя я думала что для меня это войти в положение у него сейчас нет возможности если мы любим друг друга почему не что-то там какие-то свои вот эти вот амбиции еще что-то не пропустить а для него получилось что это бесплатная женщина там или еще что-то ну короче такая вот фигня и что вам сказать сынуля не понимает что я ему говорю он воспитан в том даже если он до десяти лет воспитывался со мной после десяти да я уже высохла я потрогала все там уже высохло а я вижу она мокрая да мокрая немножко я там мыла унитаз она немножко намочилась потом все там вытерла сейчас высохнет и мне это совсем ничего а я думала нужно вам чтобы краска не все хорошо там я вытерла я сейчас тоже вытирала ага тоже вытирали сверху ну конечно она мокрая я мыла я не доску а пол вытерла краску в общем такие дела и как если смотрите если осман у меня не понять вот что тогда это говорить о Кате которая там шести месяцев для нее вообще обязательно да если осман выключает телефон потому что не принимает чего-то тогда представьте как Катя у нее вообще она на полгода исчезает говорит мне нет такого не может быть папа не может так делать у нее правда в голове не укладывается что папочка который ей показывают что он такой охрененный может делать вот такие вот вещи я говорю осману вот ты сейчас живешь со своей женщиной например поженился живешь и она приводит другого мужика тебе в дом твои действия он говорит такого не может быть я говорю вот случилось она говорит моя жена не может так делать я говорю вот я точно так же думала про твоего папу когда выходила за него замуж что он никогда в жизни меня не предаст и никогда не сделает такое но ладно люблю вас мои родные с новым годом